Привет! В этом видео мы разберем, почему не стоит переходить на фриланс и кому точно не подойдет такая работа. Смотрите это видео до конца и вы все поймете. Меня зовут Ксения Сидова, я в диджитал сфере уже 10 лет, а на фрилансе с 2017 года. Я работаю с клиентами по всему миру, веду блог про путешествия фриланс и обучаю таргетированной рекламе. Когда-то я работала в найме и сменила несколько работ, удивилась, как легко можно уволить людей с работы, даже если они там проработали 10 лет, у них есть дети, ипотеки. Я поездила по пробкам в офис, посмотрела на это все и перешла на фриланс. И мне есть чем поделиться с вами. Итак, фриланс. Вокруг этого термина ходит много слухов, гипотез и даже больных фантазий. Кто-то говорит, что фриланс это не работа, а игрушки для малолеток. Кто-то, что только на фрилансе можно нормально заработать себе на жизнь. А другие просто тихонечко работают на фрилансе и помалкивают. Что такое фриланс в широком понимании? Это тип работы, когда человек оказывает какие-либо услуги одному или нескольким клиентам одновременно, получает оплату за задачи или проекты, сам устанавливает график и объем работы и его занятости. То есть фотографы, мастера ногтевого сервиса, репетиторы, копирайтеры, видеомонтажеры и другие специалисты, это все фрилансеры. Но сейчас мы говорим только про тех, кто работает онлайн, то есть через компьютер или интернет. Я работаю на фрилансе почти 8 лет и могу сказать, почему он вам точно не подойдет. Сейчас я назову 5 причин, почему не стоит переходить на фриланс. А еще будут инсайты, о которых вы, скорее всего, не знали. И все, кто сделает скриншот этого видео и выложит в сторис с инстаграм и отметит мой аккаунт с фразой «Хочу на фриланс с Ксюшей», получат возможность принять участие в ежемесячном розыгрыше призов лично от меня. Я дарю свои книги, деньги, подарки, открытки из разных стран, потому что мы путешествуем, и даже онлайн-обучение. Подробное описание условий розыгрыша читай в описании под этим видео. Итак, 5 причин не переходить на фриланс. Если вы сейчас работаете в найме по графику 5-2, 6-1 или 2-2, вам наверняка нравится, что у вас после работы остается совсем немного времени на дорогу, чтобы приготовить ужин, сделать с детьми уроки и лечь спать. Я знаю одного человека, он тратит 2 часа на дорогу в одну сторону до работы, выезжает в 5 утра, чтобы успеть до пробок, и возвращается домой к 9 вечера. Он ужинает и ложится спать. Все. Детьми занимается жена, и он их даже не видит. А кто-то выполняет свою работу очень быстро и сидит до 6 часов вечера, ждет окончания рабочего дня, просто потому что так надо. У вас не получится так же сделать на фрилансе, потому что вы сами строите свой график работы. Хотите, работайте сегодня. Хотите, не работайте. Нужно уехать по делам? Взяли да поехали среди дня. Тут не получится у кого-то отпрашиваться, согласовывать от гул. Вам придется самостоятельно распределять свой день. Причина вторая. Фриланс не подойдет тем, кто хочет всю жизнь зависеть от начальства, их задач и оплаты труда. А каждый раз просить повышение – это несколько седых волос на голове и паническая атака. Есть инсайт. Когда работаешь сам на себя, ты решаешь, сколько получать. И понимаешь, как увеличить свой доход. Главный секрет фриланса в том, что когда вы научитесь зарабатывать здесь деньги, вы поймете, что они везде. Вам больше не придется думать, что можно еще такое сделать, чтобы хоть как-то выпросить повышение. Вам точно не нужно на фрилансе, если вы ужасно устали от дня сурка, выгорания, бега по кругу и думаете, что менять что-то слишком сложно. А жизнь должна быть полна страданий. Для того, чтобы стать фрилансером, ну, например, таргетологом, специалистом по рекламе в социальных сетях, нужно два месяца. За это время вы обучаетесь, получаете практику и находите первого клиента, и начинаете уже с ним работать. Просто не нужно усложнять. Совершенно точно не стоит переходить на фриланс тем, кто думает, что надо больше работать, чтобы заработать. Не нужно, ребят. Я работаю таргетологом, и прелесть этой работы в том, что она идет даже тогда, когда специалист отдыхает. Потому что часть работы за нас делает рекламная система, то есть процесс автоматизирован. В отличие от копирайтера, который зарабатывает только тогда, когда пишет тексты, или, например, видеомонтажер, который зарабатывает, когда монтирует. И уж точно не стоит переходить на фриланс, если вы любите однотипные задачи. Вот вы закончили университет, поняли, что вам оно особо-то и не нравится, ваша специальность. Но куда деваться? А вот уже и 20 лет опыта за плечами. Я знаю свою работу, хотя она мне давно не устраивает, поэтому и дальше буду делать каждый день одно и то же. На фрилансе вы будете делать каждый раз разные задачи. Все онлайн-профессии очень разные. Я попробовала более 10 направлений и остановилась на таргете в рекламе в социальных сетях. Потому что именно здесь мы зарабатываем даже тогда, когда отдыхаем. Мы помогаем заказчикам продавать их услуги и товары в социальных сетях. И можно работать с клиентами по всему миру. Можно получать оплату в любой валюте. И нет предела дохода. На мой взгляд, это лучшая онлайн-профессия из всех имеющихся сейчас. Кстати, у меня есть классное видео про 10 онлайн-профессий без опыта и образования. И это видео набрало уже более 13 тысяч просмотров, потому что суперполезно. Ссылку на него я уже оставила под этим видео, поэтому заходи и смотри. Я уверена, что теперь вы поняли, что такое фриланс и почему миллионы людей осваивают новые профессии, уходят со старой работы, меняют свои жизни и просто начинают жить. Если вы хотите перейти на фриланс, но не знаете, с чего начать, я хочу подарить вам мой гайд «4 способа заработать первые деньги на фрилансе». Он находится в боте, ссылка на бота в описании. Ну и не забывайте про розыгрыш, делайте скриншоты, пишите свои инсайты и отмечайте меня в инстаграм, а я буду дарить подарки. Смотрите эти и другие видео на нашем канале. И до новых встреч. Пока-пока!